А там по семь золотых медалей. Удар издалека! Ну, Мунтьян, понятное дело, свои первые золотые медали получил раньше и Блохина, и Веремеева. Потому как Мунтьян еще играл в составе той легендарной динамовской команды 60-х, когда киевская динамовая трижды подряд становилась чемпионом Советского Союза, повторив рекорд ЦДК. Да, 66-й, 67-й и 68-й годы. Это эпоха, великая эпоха Виктора Маслова, легендарного деда. Буряк с мячом. Буряк, Мунтьян. И вот Мунтьян там блистал в том составе, участник чемпионата. И вот гол, гол, вот он, вот он, гол, Блохина! Пятый гол, Блохина! Что я вам говорил? Все мячи. И Олег Владимирович забивал во втором тайме передача, разрезающая Мунтьяну. Ну а дальше, дальше, как говорится, дело техники. Несмотря на тяжелейшую травму, Блохин, тем не менее, взорвался. Да, можно опять говорить об ошибке венгерских защитников. Посмотрите, как играет Блохин. Уходит от одного защитника. Сейчас будет ускать от второго, от Гетци. Гетци пытается в отчаянном броске помешать Блохину. Удар! И Мартош, Мартош не успевает перекрыть ворота. 2-0, 66-я минута. 3-0. 66-я минута. 3-0. Блохин, пятый гол в розыгрыше. И это фактически уже стало формальностью. Вот эти последние минуты, они превратились в формальность. Потому как ясно было, да и после первого тема было ясно, что киевляне не упустят свою победу. Я прекрасно помню этот матч, потому как видел его в прямом эфире. И ощущение того, что киевляне были намного сильнее соперника. Оно не покидало меня и те, кто этот матч смотрел. И вот сегодня, вы наверняка обратили внимание, да, венгры стараются, но в их действиях прослеживается некая опустошенность. Некое не то чтобы безразличие. Нет, конечно же, это же финал. Но есть некая обреченность. Потому как с такой командой играть на тот момент было практически невозможно. Очень, очень было тяжело против Киева играть. А главное то, что сумел Лобановский, сумел убедить футболистов. Он неоднократно говорил, что в конце концов тренер ничего сам-то не может сделать. Сейчас смотрим еще за рывком у Блохина. Смотрите, что делает. Что делает Блохин? Вот и вот фирменные рывки. И сейчас еще раз уходит на рывке. Это пытался Патоки. Еще удар. Это Коньков бьет поворотом. Попадает в Гец. И вот он четвертый мяч. Шикарная, просто шикарная контратака с фирменным рывком Блохина. Большинство своих мячей из 211 в чемпионатах Советского Союза и в чемпионате Европы и мира в квалификации в Еврокубках Блохин забивал именно вот таким макаром. Рывок! Но и обратите внимание, как Блохин вот на этой скорости, это же не просто гладкий бег, а это бег с мячом, и он меняет скорость во время бега. Это очень тяжело было защитникам играть против Блохина. Очень тяжело. Только, не знаю, там великим защитникам удавалось накрыть Олега Владимировича. А так и то не всегда. Вот если вам удастся посмотреть хотя бы отрывки матча за суперкубок с Мюнхенской Баварией в Киеве, когда Блохин забил два мяча, а мог забить и третий, он там пенальти не реализовал, он уходил от лучших защитников мирового футбола, он там Шварцебек, например, играл, да, он уходил и забивал свой гол практически как от стоячего, от Шварцебека уходил он. Гецы, а это Колотов был как раз рядом, два капитана сошлись, Гецы бросает вперед. Так вот, Лобановский, придя с Базилеевичем в Киевское Днамо, они предложили такие дикие нагрузки футболистам, что те, ну, если хотите, растерялись. Например, Буряк говорил Олегу Буфину, он его называл Лехой, он говорит, Леха, я не могу, я возвращаюсь в Одесский Черноморец, я не могу играть и не могу тренироваться, потому что это выше моих сил. Но, тем не менее, Лобановский сумел убедить, что это нужно, мотивация, рост, футбольный рост игроков. А вот любопытный момент, Блохину сейчас помощь оказывает знаменитый врач Берковский, вот он в тренировочном костюме, а рядом был Иван Жутник, это массажист, тоже известный массажист киевского Динамо. У Блохина, напомню, травма, и Берковский сейчас помог Олегу Блохину довести эту встречу до финального свистка. Хотя в перерыве Лобановский предлагал Блохину замениться, он сказал, ну, все понятно, мы и без тебя, ребята доведут матч до победы. Но Блохин сказал, нет, я буду играть. Более того, он снял повязку в перерыве, снял повязку, снял щиток и вышел со своей рваной раны, заштопанной, вышел на второй тайм. И вот так играл. Штрафной будут выполнять сейчас киевляне у мяча Леонид Буряк, а Блохин трусит в штрафную Ференц Вароша. Киевляне в конце этого сезона, 75-го года, в седьмой раз выиграют чемпионский титул, титул чемпиона Советского Союза. А вот Ференц Варош станет только третьим. Сейчас киевляне играют по счету, потому как рвать жилы бессмысленно, получать травмы на пустом месте не хочется. Добивать, я думаю, киевлянам тоже как-то не хотелось. Венгров все-таки братья по соцлагерю, 3-0, абсолютное превосходство, абсолютная победа. Здесь никаких шансов у венгров, как вы понимаете, не было. Изначально, уже в первые минуты киевляне могли открыть счет, вспомните, удары и Буряка в штангу, и Трошкина тоже мягко клизнул штангу после удара Владимира Николаевича. В общем, превосходство полное. Но это история. Что творилось потом в Киеве, нельзя просто передать словами. Еще до того, как киевляне, киевские динамцы прилетели в Киев спецрейсом с укубком. А трансляция матча проходила в 10 вечера, и вот когда она завершилась, то произошли такие спонтанные демонстрации на Крещатике. Студенты вышли, болельщики вышли, все прошлись по Крещатику, милиция не вмешивалась. Потому как была просто ошеломлена вот этим спонтанным проявлением чувств. Ну, типа такого, как в Москве было после того, как Юрий Алексеевич Гагарин прилетел из космоса. Вот его встречали в Москве, так встречали Киев с первым кубком европейским. И опять же хочу сказать, что это все разговоры в пользу бедных, что не было у киевлян соперников, достойных в том розыгрыше. Я вам уже сказал, это была очень достойная победа, очень важная, очень сильные команды противостояли киевскому «Динамо». Ну, собственно, так же, как и Ференс Варушу. Блохин единственный футболист, советский футболист, который сумел выиграть кубок кубков дважды в 86-м году. И он дважды отличился, он забил Ференс Варушу и затем еще в финале 86-го года мадридскому «Атлетико». Когда была другая команда, а Блохин был и в той команде звездой. И в той команде он забивал, и в той команде он был на ведущих позициях. Если бы у Киева получился 76-й год, то мы бы с вами получили команду просто каких-то сумасшедших достижений. И кубок чемпионов был бы киевским, и кто его знает, может быть, мы и на чемпионате мира выстрелили бы. Но получилось так, как получилось, увы. И вот Рудаков, что делать? Маслов поставил Рудаков, и Рудаков, блестяще, просто блестяще, начал играть и в воротах киевлян. И тогда же начала сходить звезда и Анатолия Бышевца. Тогда его называли не Бышевец, а Бышевец. Не Бышовец, а Бышевец с Е двумя. Подача! Подача на Анищенко не проходит с фланга. 19 мячей Анатольф Федорович забил в 66-м году в своем дебютном чемпионате. Вот так, вот такие были резервы в киевском клубе, который не зря называли сборной Украины. Собственно говоря, практически каждый клуб, который был делегирован в высшую лигу советского футбола, представлял из себя, если хотите, такую сборную республики. Но вот Киевская Днамо это Украина, тот же самый Алматинский Кайрат это Казахстан, Казахская ССР, Тбилисская Днамо это Грузинская ССР и так далее и тому подобное. И во всяком случае были разные стили, невозможно было спутать номер Тбилисской Днамо с Киевским. Любая команда, она была очень сильна по сегодняшним меркам, понятное дело. Тогда Кайрат, предположим, уступал киевскому Днамо или там московским клубам, но тем не менее был очень крепким орешком на своем поле. Ташкентский Пактакор тот же самый, возьмите, это была сборная Узбекистана и так далее и тому подобное. Такие параллели можно продолжить. Блохин сейчас на фланге и вперед на Виктора Матвиенко. Матвиенко пасует назад на Олега Блохина. Онищенко, между прочим, участвовал в прощальном матче Горинчи на Маракане, тогда сборная СССР гостила в Рио-де-Жанейро и тогда Онищенко вспоминал об этом. Там Ловчев, кстати, тоже играл с Онищенко, Онищенко говорил, что он был настолько потрясен мастерством Пеле, что подумал, ну, Пеле, да, а во что же я тогда играю, если вот он с ним на поле был, противоборствовал ему. Так что Владимир Иванович был игроком очень и очень известным. А я закончу у Матвиенко. Матвиенко серебряный призер Евро-72, но, правда, он был в финальной заявке, но не играл. Медали у него есть и бронзовый призер Монреальской Олимпиады 76-го года. Завершил свою карьеру он в 78-м году, выступая за Днепропетровский Днепр, а в Киевском Динамо он провел 8 сезонов. В чемпионате сыграл 188 матчей и забил 7 голов. Великолепный левый защитник сборной СССР сыграл 21 матч. Причем играл на протяжении тоже 8 сезонов, с 71 по 77 годы. Ну, собственно говоря, и Решка, и Фоменко, никого не возня, они все были игроками сборной СССР. И когда, кстати, киевляне выиграли уже кубок, летом они проводили товарищеский матч против сборной Италии. Этот матч был запланирован заранее и, естественно, он игрался в Лужниках в Москве. Так вот, Лобановский выставил 11 киевлян против итальянцев. 100 тысяч москвичей пришли, ну не только москвичей, понятное дело, пришли в Лужники и наблюдали за триумфаторами Базеля. И вот он, этот момент, вот этот триумф. И выиграли киевляне, выиграли у итальянцев 1-0, гол забил Анатолий Каньков. Матч завершен. 15-й розыгрыш Кубка Кубков 1974-1975 годов. 3-0. Киевляне выиграли. Онищенко 17-я, 39-я минута. Блохин. 3-0, 66-я. И я скажу, кто играл в том розыгрыше, кто принимал участие. Олег Блохин, Леонид Буряк, Владимир Веремеев, все матчи провел. Потрясающий полузащитник. Валерий Изуев, Виктор Колотов, Анатолий Каньков, Сергей Кузнецов, Виктор Маслов, Виктор Матвиенко, Владимир Мунтян, Владимир Онищенко, Стефан Решко, Евгений Рудаков. Это вот как раз сейчас Александр Петрашевский. Вот сейчас он целует Берковский, целует ребят, обнимаются, это понятно. Лобановский. Вот, пожалуйста, посмотрите, какой был Валерий Васильевич и вот там Олег Петрович Базилевич. Дальше. Решко, Евгений Рудаков, Владимир Трошкин, Михаил Фоменко и Анатолий Шепель. Вот эти футболисты играли в том розыгрыше за киевское «Динамо». 8 побед, 1 поражение, 17 мячей забито, 5 пропущено. Лучший бомбардир Владимир Онищенко, 7 голов в 9 матчах. По голевым передачам лучшим был Веремеев, 5 голевых передач. И вот он, кубок. Кстати, Петрашевский, Александр Сигизмундович, его возвращал в 1976 году в УЕФА. А фанерный ящик, в котором этот кубок возвращался в УЕФА, делал отец Виктора Михайловича Колтова, он стойлер по образованию, по профессии. Он сделал, вот он, Виктор Михайлович Колтов, его отец сделал ящик для кубка, в котором этот самый кубок возвратил Петрашевский у УЕФА. Вот они, герои 75-го года, великолепнейшая, потрясающая команда. Вот сейчас нам крупный план показывают Трошкина, рядом Онищенко, и они благодарят болельщиков. Да-да, тут были, были наши болельщики, их было, правда, очень мало. И вот, пожалуйста, Седовласый, это Артемио Франки, тогдашний президент, погибший в автокатастрофе в 83-м году, итальянец Франки. А рядом с ним Жак Жорж, это преемник, преемник Артемио Франки, француз, он тоже уже ушел из жизни в 2004-м году. А рядом вот там мелькает, это генеральный секретарь УЕФА Ханс Бангертов. Вот то, что происходило 14 мая 1975 года в Базеле на стадионе Санкт-Якоб. Кубок, кубков в руках у Виктора Михайловича Колотова. Вот такой был матч. С вами был Александр Елагин. Всего доброго, друзья. Гордитесь нашей футбольной историей. Есть чем гордиться. Пока.